Так, новый день, новая дорога. Сегодня отправляюсь в Новосибирск. 200 километров позади. Еще немножечко навигатор нас зовет в другую деревню. Такой Новосибирск и католический приход, преображение Господне. Епископ Иосиф Верт, генеральный викарий, секретарь от епископа. Супер-современная курия в Новосибирске. Игнатий Лойола, значит, крещение Господне, брак в Кане Галилейской Евхаристии. 14 цент стояли, а это кто? Это у нас преображение Господне, храм наш называется. Мы сижу за пультом единственного в России органа, изготовленного филиппинским мастером. Фирма называется Диего Сера. Прямо за моей спиной виднеется надалтарный образ церкви. Это список с картины Рафаэля, преображение Господне. За моей спиной находится та часть органа, которая называется рюк-позитив. А органист находится как бы внутри инструмента, зажат между основным телом, где пульт и основные трубы, и рюк-позитивом, связанным на этом органе с первой клавиатурой. Субтитры создавал DimaTorzok Инструменты очень необычные. Таких в нашей стране действительно больше не найти. Филиппинская фирма Диего Сера изготовила инструмент, в чем-то напоминающий испанские образцы, для которых характерны вот такие трубы, торчащие горизонтально прямо в зал, прямо в церковь. Это кшамады. Посмотрим, как они звучат. Это тромпет. Очень необычные есть регистры, которые являются такими звукоподражательными. Это пахоритос, соловей, цимбельштерн, вращающаяся звезда. Вот она, эта звезда наверху. И вот сейчас я ее активирую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У органа Новосибирской церкви Преображение Господня 26 регистров, включая два колористических изобразительных, цимбельштерн и пахоритос, соловей. Здесь 30 педальных клавиш, три кополы, два мануала и полторы тысячи труб. Посмотрите, какие ящерицы вырезаны из дерева на мануалах. Вот так причудливо выглядят педали копола. Нажимаем и отключаем движением ноги. Много резьбы по дереву, очень красиво украшено. Сегодня в нашем храме произвучит органный концерт в исполнении нашего гостя из Белгорода во время международных конкурсов в советской Белгородской и Курской филармонии Тимура Крюлина. Продолжение следует... Вот эти трубы включаются лежат. Посмотрите... Еще выше трубочки находятся... Теранский центр... Теранский центр... Управляемся в Академгородок. Каждый день новое место, каждый день новый концерт. Теранский центр... Новосибирский Академгородок находится в живописнейшем месте, В окружении соснового леса Здесь прекрасный воздух, отличная природа И вот сейчас откроется вид на лютеранский центр В лютеранском центре находится орган фирмы Олен Это американская фирма Здравствуйте А это Александр Конторович Расчищают машину Готовы к лютерану? Да Я нахожусь в евангелическо-лютеранском приходе святого Андрея Вот такая подарочная сумочка сувенирная у меня есть Она копирует вот эту знаменитую мозаику здесь Новосибирский академгородок Санктус Андреас Прекрасное место Вот она алтарная часть Прековного лютеранского пространства Вот места для прихожан Огромное зеркало для связи с алтарной частью Ну и орган фирмы Олен Двухмануальный С такими регистровыми рукоятками Тридцатью двумя педалями И посмотрите, педаль так называемая веерная Радиальная и веерная То есть она расширяется Чтобы как бы более эргономичной быть для ног Но я бы не сказал, что она относится к самым удобным Обратите внимание, какие миниатюрные черные клавиши На них буквально нужно играть одним пальчиком, носком В которой соединится и классическая музыка и славянка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот с главарями органной кафедры Новосибирской консервативной дверь 322 Вот это да Заур из Франкфурта 1978 год На базе Вискаунта Хорум 90 Сделали хауптверк Потом какой-то, значит, американский Не помню, это же кто Американский такой А? Да, есть Зильгерман И есть Слингер, да? Да, правда Эти знаменитые дома-гуси в Академгородке А что в этих домах находятся? Ой, там Куча всяких Турная бизнеса Да? Побежать Бежим Мы успели Санктус Санктус До минус 3 Санктус 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 Восибирске Мокрунтеатр на звонке в рассветном асфарике Музырского из Хованчины. Он тяжелый? Нет, он не тяжелый. Настоящий гуселький, да? Угу. Есть трубочки наверху, слева и справа. Вот это зал новосибирской филармонии. Муханус монарх. Мы вместе с Екатериной едем на левый берег реки Офи в музыкальную школу номер 20, которая называется очень поэтично, Муза. Вот такой здесь прекрасный орган Йоханнус Опус 350. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Музыкальное образование на органе почти что с шести лет. Есть самые молодые ученики шестилетнего возраста. Сегодня вечером там состоится концерт. А можно погнать быстрее немножечко, чтобы вот прямо за нами погоня была? Это опасно. Ты рискнешь остаться без концерта тогда. Ничего, зато будут яркие эмоции. С гаишниками составляет протокол. Этоisc 8. Этоmetros Spyки. Ойо! Да! Тыр! Тыр! Ниноч 3. Ну, тыр! сила реверберации педальные регистры возможность поменять клавиатуру местами сделав первую основной вторую вспомогательной третью швеллером есть две педали которые управляют одна швеллером другая делает вальцер громкости нажатием кнопки таким образом есть маленькая компьютерная панель и очень удобный интерфейс прямая педальная клавиатура в 30 педальных клавиш а Четыре швеллера, пистоны вперед-назад, есть удобный. Старинная модель Юхануса из ранних. Юханус монарх. Имитация регистровых сугов вперед-назад, красным цветом, языковые регистры, память, включение, секвенсер, основной мануал средний, кнопка перемен мануалов есть. Колонки вот эти и вольт, они катаются. И вот там же. И получается сколько подключать свои по центру это сабвуфер, а боковые и еще одни сюда. Он такой южно-южно-немецкого стиля, они любили как раз такие веерные расположения регистров, где различается защип по точке, в каком месте струна защипывается. Прямо каждый регистр вынесет в отдельную опцию, так скажем. вот. Ну и допустим, я включаю первый, сейчас основной, да, который ближе находится по точке защип, а он звучит. в такой позиции. То же самое, если играть вот здесь. Есть разница. Ну и соответственно, третий регистр мы включаем. самый дальний такой классический клавесиный звук. Ну и есть у нас лигиевый регистр. Вот он находится на втором. Ну и соответственно, если мы включаем все, что у нас есть, у нас довольно яркая, да, получается история. Это как раз и такая немецкая тема, они любили очень такие вот веерные расположения регистров и сохранились, например, инструменты, в которых даже до пяти рядов. Можете себе представить, какое там разнообразие, да, как раз для немецкой школы клавесины это очень интересно. Два с третьим. А еще мне нравится на этом инструменте такая функция, например, можно использовать одновременное звучание третьего дальнего регистра и второго, который... Налютный. Налютный. Получается такой немножко полуфортепианный звук, не знаю. Ой, как здорово для Скарлатти. Да. Вот такие возможности, которые мы стараемся использовать на своих занятиях. Вот это вот копия музейного инструмента, который для нас сделал еще в начале девяностых годов. Был такой мастер-хранитель коллекции музейный Муратов. Удобно водить в поезде. Да. И репетировать. Можно. В купе прямо. Можно, да. Если вы не против соседей, то... Будет звукозаписи. Смотрите, как здорово. Профессиональные микрофоны и обитые специальным материалом стены, чтобы не было лишней реверберации. А что вы здесь записываете? Диски у вас есть уже, наверное? Нет. Только голос. Угу. Угу. Да. И специально убраны прямые углы по правилам акустики. Еще одна студия. Вот так здесь можно целые эфиры и новости снимать. Кто здесь был. Еще птичек. Угу. Когда тут добираю котиков. сразу после концерта с Екатериной мы решили как энтузиасты настоящие отправиться еще на второе отделение в оперный театр новосибирский где идет концерт фестиваля сибириадов вот бежим припарковались у католической церкви надеюсь успеем на антракт уже елку поставили успеваем еще или только антракт открытие первого международного конкурса фестиваля имени эдуарда артемиева сибириада во втором отделении прозвучит реквием названный артемиев девять шагов преображения симфонический оркестр новосибирского государственного академического театра оперы и балета музыкальный руководитель главный дирижер михаил катарников поприветствую девять шагов Продолжение следует... 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 две каких-то кошки смотрите мне что сегодня подарили после концерта варенье с сибирской сосновой шишки вот сейчас побегу в поезд буду ехать в иркутск и есть шишки а вот это от алтайских друзей после концерта в барнауле дорогому тимуру с благодарностью от алтайских друзей эти кого классный вокзал в новосибирске с башенками зеленый все сегодня выезжаю на байкал по сибирское путешествие продолжается со мной только один маленький рюкзачок костюм и теперь еще и варенье из еловых шишек сибирских здравствуйте сколько часов ехать до иркутска не могу вам что-то рассказать еду в поезде москва-владивосток который идет целых 7 дней от москвы до владивостока и обратно 14 дней в пути вот так выглядит вагон ресторан здесь прекрасная еда и это пожалуй мой самый лучший день потому что сегодня смог выспаться я поспал целых 8 часов здесь нет интернета нет связи и это полный день свободы когда можно и просто смотреть в окно и нить о чем не думать завершается он не по канону светлой части санту это завершение приглашает то что есть только преображение а 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 тут а а а а а а а а ш Субтитры создавал DimaTorzok